Лысьвинский железнодорожный вокзал больше не провожает шумных пассажиров. С 15 января пригородная компания РЖД отменила в Лысьве единственную электричку до Перми. Ежедневно по утрам 200 человек уезжали в краевую столицу, а вечером возвращались домой. Да, все соседи, у меня сосед, он к урологу постоянно ездит в Пермскую краевую больницу, потому детей очень много больных, узким специалистам ездят тоже дети. Ежегодно Министерство транспорта Пермского края компенсировало пермской пригородной компании затраты на поезд Лысьва-Перем. В прошлом году они составили 12 миллионов рублей. В этом году железная дорога запросила сразу 65 миллионов. На некоторых территориях была часть отменена поездов, на некоторых территориях вообще не отменено, но у нас был единственный поезд. Других, никаких проходящих электричек, проходящих пассажирских поездов по нашей территории нет. Конечно, до Перми можно уехать на автобусе. С отменой электрички пассажиропоток на автовокзале заметно вырос. Маршрут обслуживают сразу 19 перевозчиков. Автобусы ходят каждые 30 минут. Раньше половину возили, сейчас почти что полный ходим. Ну, пассажиров добавилось с отменой электрички. Теперь в пути люди проводят вместо двух 4 часа. Это физически тяжело. Кроме того, билеты, особенно на утренний рейс, нужно покупать заранее. Стоят они дороже, а льгот, как на электричку, нет. Электричку стоил 270 рублей, ну примерно, да. На автобус 360. Разница не очень существенная, но все-таки для меня за студентов как бы имеет значение. Лысвинское студенчество во главе с будущим историком Владимиром Веретеновым собирает подписи в защиту электропоезда. Владимир Веретенов написал петицию с требованием незамедлительно вернуть электричку и разместил обращение в интернете. За неделю около полутора тысяч человек оставили здесь свои подписи. Студенчество поддержал Лысвинский совет ветеранов. Пенсионеры собрали 9800 подписей в защиту электропоезда. Его, говорят ветераны, не отменяли даже в тяжелые годы Великой Отечественной. Народ, он знает только одно. Ему надо, чтобы была оказана услуга. Вот это его право. Это, как сказать, это ему необходимо. И поэтому вот вопросы финансовые, это должны решать власти. Для того, чтобы народу жилось лучше и чтобы услуги были оказаны. В этом году Лысвин исполняется 230 лет. Возвращение электрички до Перми стало бы для всех самым лучшим подарком к юбилею города.